Всем привет! Сегодня показываю, как избавиться от боли в пояснице. Поехали! Сегодня будем разбирать массаж квадратной мышцы поясницы, устранение триггерных точек в ней, возможно даже спайк, возможно даже там будут у вашего клиента, пациента, родственника, вашего домашнего питомца, протрузии либо грыжи в этом отделе, бояться их не надо. Мы будем работать только по мышце, выравнивать тяги справа и слева. Квадратная мышца поясницы частенько создает поясничный сколиоз. Спазм с одной стороны будет перетягивать позвонки на себя, мобильные позвонки поясничного отдела. Поэтому будем разбирать, прям сюда смотрим. Импровизированные поясничные позвонки – это нижнее ребро, это крыло таза. Вот как раз-таки здесь и находится квадратная мышца поясницы. Если мы немножко поизгибаем корпус в одну и в другую сторону, будет видно, как мышца натягивается, а если мы сделаем это в обратную сторону, будет видно, как она укорачивается. И исходная позиция, если мы в среднем положении, то чаще всего бывает так, с какой стороны болит поясница, с той стороны мышца находится в укорочении и имеется легкий изгиб в позвоночнике, так называемый поясничный сколиоз. Что делаем? Мы будем работать как с одной стороны, так и с другой стороны. Просто я вам показываю одну сторону для демонстрации. Мы находим, нащупываем нижнее ребро, примерно оно у меня как раз-таки здесь, и крыло таза. Как раз-таки это вот косточка тазовая. И вот между ней и нижним ребром, вот в этом промежутке, между позвоночником глубоко, находится квадратная мышца поясницы. Разница тяги мышцы и ее спазм может вызывать компрессию между позвонками, диск будет ущемляться, и как результат возможно образование функциональных протрузий. То есть протрузии, которые возникают в определенной позиции. То есть их бояться не надо, грыж бояться тоже не надо. Мы не будем лезть в диски, мы будем работать только по мышце. Вот эти вот зелененькие штучки, это импровизационные триггерные точки, которые чаще всего образуются как раз в местах крепления мышцы к костям. Мы теперь по ним и должны пройтись. Что делаем? Можно использовать собственные руки, так будет удобнее. То есть большой палец таким образом, либо костяшку первого пальца, либо костяшку второго пальца. Можете взять инструменты. Вы можете использовать подобные инструменты. Вы даже можете использовать их в качестве массажа, а также те самые мячики, которые мы используем для самомассажа. Вот таким образом этот мяч прям сюда вот встраивается. Его можно сюда прям проработать им, но не переусердствуйте. Вот так вот. Как вариант использования локтя в этом месте, но для начала нужно понять, где мы работаем. Зеленые точки, опять же, мы проваливаемся под крыло и делаем легкое надавливание вниз и к середине. То есть мы не давим просто вниз, мы не давим куда-то по диагонали в сторону. Мы давим строго на эту мышцу и немножко кнутри. И просто сканирующими движениями проходим до ощущения вот этого. А еще пробуем здесь. Тоже есть подергивание. И здесь. Задача прощупать эти места, эти места, эти места. Найти самые болезненные зоны. И после этого эти болезненные точки надавить и делать легкие круговые движения для того, чтобы снять спазм в мышце, устранить триггерные пункты и сделать равномерную тягу с правой и с левой стороны на уровне квадратных мышц поясницы. Сколько делать? В среднем 30-40 секунд до уменьшения боли. Поэтому мы спрашиваем, стала ли меньше боль, уменьшилась ли она. И отпускаем. Второй момент. Вы под пальцем почувствуете, что ткани стали мягче. Это одной рукой. Если тяжело продавить, можете использовать два пальца, то есть с двойным нажатием. Так будет чуть-чуть агрессивней, но зато глубже проработаем нужную мышцу. Здесь. 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 И здесь. Если совсем продавить не получается, используем локоть. Вот таким вот образом. Опять же, не усердствуйте, не давим ровно в позвонки. Мы давим по диагонали туда. Видите, как спазм с мышц уходит? Вот так вот. Это хитрость такая. Поэтому, отработав, после этого мышцу нужно немножко посокращать. То есть её нужно немножко поработать. Для этого нужно перевернуть пациента на спину. Посокращать мышцу – это всё равно, что сделать ей мануально-мышечный тест. То есть, какой вы стороны не отработали справа-слева, а делать это нужно и справа, и слева, чтобы выровнять этот баланс. После этого делаем следующее. Неважно, где вы – на кушетке, либо на полу. Просим выпрямить ноги. После этого встаём возле ножного конца. Просто выводим ноги в сторону и просим прямыми ногами давить в ту сторону, куда вы их вывели. То есть, когда мы работаем правой стороной, мы просим давить вправо. Чтобы не увело пациента, мы немножко стабилизируем его за таз. И таким образом давите вправо ногами, расслабьтесь. Давите вправо ногами, расслабьтесь. Давите ещё раз вправо ногами, расслабьтесь. Первое движение может быть болезненным. А остальные, второе и третье, с каждым разом приведут к уменьшению боли. Достаточно 3-5 таких движений, чтобы запустить мышцу, понять, что она там есть. Вот таким вот образом мы отрабатываем квадратную мышцу поясницы. Устраняем в ней дисфункции в виде триггерных точек. Либо даже спайк. Уменьшаем поясничность колёс. Улучшаем подачу нервных импульсов в нижние конечности. И очень много процентов уменьшения именно седалищной боли как таковой после таких процедур. Делайте это регулярно, без фанатизма. Но в то же время не бойтесь. С мышцей работать не опасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова